Всем привет! Сегодня у нас новое видео. Вот дайте, что я себе купил. И это... Машина! Вот такая. А у тебя такой не было, Дима? Не, у меня только такая. А это другая модель? Да, другая. Так, а что это за модель? За модель, я не знаю, здесь не написано. Надо, сейчас мы изучим коробочку, посмотрим все-таки, что за модель. Вот, но я хочу вам кое-что рассказать. Давай. Вы не знали, у меня впервые, впервые. Посмотрите, она даже на пульсе управлений. И еще она два в одном. Да, их там две штуки. То есть можно собрать вот такую модель. А можно, как ты там делаешь? Ну-ка давай. Вторая машина! Мы решили проэкспериментировать на самом деле. Сейчас лего моделей не так много в магазинах, где мы их обычно покупаем и заказываем. И основные все у нас есть. Вот там Дима аккуратно выставил за собой модельки. Все какие у него. Знаете, мне на день рождения подарили, мне тоже, только на прошлые. Да, да, да. И каких-то новых мы в магазине не нашли. Да. Это нужно заказывать как-то отдельно. Олега очень нам хотелось. Да. И мы решили попробовать вот такую новую фирму. Там всего напишут 6+. Аймастер называется. Аймастер. Да. Она продается и в детском мире, и в мире кубиков. Вот. Ну, стойте. Так. Посмотрите на мою кофту. А-а-а. Тут тоже супермашины. Причем ретро. Да. Это как в назад будущее. Там тоже вот она какой-то подобной машиной. Надо в будущее, я планировал посмотреть дома. Ну, это мы не будем снимать. Мы сегодня про Лего, да? Мы сегодня про Лего, да. Да. И мы посмотрим, насколько этот конструктор вообще хороший. И качеством, насколько он лучше, хуже, такой же, чем Лего. Потому что в магазинах нам сказали, что это то же самое. Да, Дима? Ну, да. Ну, хватит разговоров. Вот. Теперь мы должны собрать. Давай. Нам нужен какой-то острый предмет. Сейчас я найду. Мозницы. Оператор. Вот. Отрезьте нам. Давайте. Помогу вам. Оператор нам уже открыл. О-о-о-о. Пультик есть даже, да? Прям на игрушечный, если честно, очень похож такой. Да, обратите внимание. Я никогда не заметила это сто. Вот такой пакетик. Сколько пакетов? Давай посчитаем. Один. Да. Два. Три. Четыре. Пять. Пультик. И инструкция. Вот такая. Два в одном. Хочет. Вот. Надо здесь посмотреть что-то. Давай, давай. Странная штучка. А где там мазицы? О. Что это? А, ну это основа была отдельно. Вот такой вот мягкой. О, она. Смотри, Дима, ее можно плюкать. В инструкции мы видим то, что тут написано два в одном. Вот тут так аккуратненько приделаны наклеечки, Дима, смотри. Да. Опять же, тут что? Вот какие? Что это? Что это? Показаны детальки. И где? Дима хочет. Ты вторую хочешь? Да. Сразу второй вариант, да? Да. Наверное, она где-то или посерединке, или с обратной стороны. Вот она, видишь? Да. Вот она. Вот она. Ищем, где ее начало. Ну все, сейчас будем приступать. Здесь не написано, какие. Здесь надо открывать все. И, наверное, нужна тебе емкость, куда все высыпать, все детальки. Сейчас мы все это почистим. Готово. Сейчас будем приступать. То есть, прям сразу ты начинаешь собирать, да, здесь? И здесь нет, как в Лего, не подписаны сами пакетики, что один, два, три там поэтапно. Видимо, потому что здесь деталей не так много. Да. Все сразу открыли, в кучу свалили и начали собирать. Но на внешний вид-то как они? Как Лего выглядят? Да. Один в один? Угу. Ну, нормально. Посмотрим, как они между собой собираются. Вообще, нам в магазине сказали, что они совмещаются с Лего прям на сто процентов. То есть, их можно перемешать с Лего и будет, в принципе, то же самое. Интересно. Попробовать. Главное здесь быть внимательнее. А то сделать неправильно не получится. Понимаете? Легко? Легко вставляются с кожиным? Легко. Очень легко. В общем, вот это я помогла Диме вставить, потому что это вставлялось тяжелее, чем Лего. И с Лего Дима на сто процентов справляется сам. Смотрите, теперь язык на мною заберем. Ну, давай продолжаем собирать. Вот я сделал какую-то часть. А что за часть? Есть информация? Есть. Что это за часть? Это часть бампера, которую мы будем сюда крепить. А, точно, часть бампера. Дима, как ты знаешь, я вот правда не знала. Посмотрела, что ты на картинку и узнала. Дима, как ты знаешь, я вот так не знала. Дима, как ты знаешь, я вот так не знала. Как ты знаешь, я тебя надеюсь, я не знала. Спасибо. Ну-ка, дай я посмотрю на тебя. Мама, ну ты красавчик. Мы приехали в музей, и посмотрите, какие старинные машины. Очень старинные. Я бы их назвала какими-то развалюшками, нет, папа? Глубокая. Но Дима называет их красивейшими ретро-машинами. Смотри, там скелет сидит. Господи, Дима, смотри, кто сидит. Он не видит, не видит. Смотри. Все. Скелет. Мы там сидели очень давно. Там вон сзади сидят, ну смотри, собака. Дима, они могли без яблок. Это шуточки, да, Дима? Долг, машины крутые. Но это полицейская? Полицейская. Это как? Жигули? Жигули? Копейка. Копейка, да. Так, а это что за? Это Форд. 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 это красота вот это красота ну давай разглядывать будем каждого что дух захватывает вот тут даже портрет есть дима смотри там даже портрет есть президента 16 президент линкольн да смотри а вот это классная как один вот это красная она еще и кабриолет ты это видишь смотрите там мужчина сидит да так страшно вот ли сколько номеров он там пределы видишь это открывались видишь они видишь раз так и закрывали дима так любит открываются вижу через сервисы в америке вот из течения делают ход роды вот я вот раньше смотрел передачу про бой до кодингтона вот они брали вот такую машину вот этот нее кузов открывается вот эта вся часть ну ходовая переделывается сохраняет вот эти элементы ставят гипер мотор не можно гонять да такие вот переделывают вот такие переделывают крутые прям такие вот один из самых первых был ухода он и говорил что все машины должны быть покрашены черной краской а вот здесь вот огоньки да горели тут обычно огонек был да газом газом а вон он баллон да точно он газовый баллон да и тут нет электро фар даже дима электричество не было еще на машина уже было нет электричество это в дан данных ездили таких вот то есть это вот плюс-минус вот такие были а это раньше двадцать шестой год то есть это уже еще старинные еще но уже с электричеством первые в ароматизатора видишь ты машине комфортно и мощная пружина и рессора вон видишь какая поперечная как тебе дима музей понравился дима еще нашел машины не может отсюда уйти ну вот это то совсем какие-то рутрушки дима как тебе такое круто и вот это круто особенно откуда ребенок вот это вот все откуда это но нравится его я тоже в детстве любил всякие ретро нет чтобы какие-нибудь гоночные красивые машины вообще не интересует не интересует абсолютно не ему даже вот это вот такая вот сейчас я вам скажу я был в музее там самые старинные машины во вселенной это метро музей машин и тебе там понравилось очень очень понравилось там все великолепно даже машины которые рисовал в питере точно такие там есть да я там рисовал как истинный фанат оценил оценил те выставочные экземпляры которые там есть все ему понравилось дадим да еще от восторга по моему здесь у нас в екатеринбурге находится этот музей да да в питере его нету а вдруг в питере есть похожий вот мы не знаем кстати мы не поинтересовались может там тоже есть и нам надо съездить теперь теперь нам за 2 крабовых палочек ну я таких просто по привычке назвал теперь берем вот такую вот эту штучку на 5 штучек и продолжаем вот надо сделать вот так вот такой вот результат сейчас поставим колесо получилось но тяжеловато вот все равно по сравнению с лего чуть-чуть как-то туже скрепляются что ли детальки не знаю может я конечно придираюсь целом все неплохо все неплохо вот оставили чуть-чуть все поставил ты колесо починил давай дальше есть еще или все это конец не это не конец не конец вот какая крутая классная да ну-ка покажи картинку какая она должна была получиться один в один так вот такая должна быть и у нас какая получилась да точно такая же